МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 октября 1918 года на Ильинской улице произошло чрезвычайное, даже для этого неспокойного, времени происшествия. Впрочем, пройдет еще месяц-другой, и на такие происшествия просто перестанут обращать внимание, какие времена, какие и песни. Расстрелялись парни. Беспокойство барыне надоел хозяйке пост. Самолично встала в хвост. Итак, 1 октября в 9 часов вечера в вагоне трамвая, шедшего по Ильинской улице, между пассажирами произошел разговор на политические темы. В этом разговоре принял горячее участие домовладелец Новиков, проживавший на углу Ильинской и Полевой улиц. В результате он поссорился с двумя пассажирами, одетыми в черкесские костюмы. Домовладелец несколько раз весьма неотобрительно отозвался о советской власти, чем вызвал неудовольствие у своих оппонентов. Что же сделали те? Те вытащили Новикова из вагона на улицу, приказали вагону вожатому стоять на месте, и расстреляли своего оппонента из револьверов на глазах многочисленных пассажиров. Но и это еще не все. Учинив эту дикую расправу, убийцы снова зашли в вагон и приказали ехать дальше. Из площадки уже шедшего трамвая еще несколько раз выстрелили из револьверов в труп Новикова. Присутствовавшие при этом свидетели этой дикой расправы были так перепуганы, что не приняли ровно никаких мер к задержанию убийц. В результате, доехав до станции, убийцы безнаказанно удалились. А их русские оказались затруднены тем обстоятельством, что все очевидцы, как один, сказали, что не могли бы узнать их об лицо. Да, впрочем, и надо ли было их узнавать, если недели через две убийцы превратятся в героев, которые защищали советскую власть от того, кто ее хаял. Да уж, бывало и такое. И бывало не где-нибудь, а в том самом городе, который и сто с лишним лет назад назывался Самарой. И тогда мимо этого города точно так же текла Волга. А в нее впадала другая река, которая носила и носит то же самое имя, что и город. Все то же и совсем другое. В октябре 1918 года. Днем добрались до своих. Белые грузились в эшелоны. Было приказано до подхода противника отбыть на Самару. На Самару так на Самару. От Ивашенкова до Самары рукой подать. Вскоре после октябрьского переворота большевики посадили весь заводской поселок Ивашенкова на голод. Рабочим было предписано трудиться по 12 часов в сутки за полтора фунта хлеба. Этого и одному, чтоб чуть живу быть, а семью чем кормить. Вот собралась сходка. Тысячи голодных, замученных. Бастовать надо, товарищи. Об этим товарищам. По безоружной толпе товарищи-комиссары из пулеметов. Поэтому, когда летом 1918-го провозгласилась в Сызрани белая власть, рабочие Ивашенкова косяком пошли в армию Комуча. Причем 45-летних оказалось не меньше, чем юнцов. А двери теплушек были широко раздвинуты. И вот мимо проплывали лески с розово-желтой листвой. То и дело открывались луговины, где еще вовсю зеленела высокая густая трава. Утром 6 октября поезд стоял на запасном пути станции Самара. Было солнечно и почти по-летнему тепло. Станция была запружена добровольцами по Волжской народной армии. Красные наступали на город с запада и с юга. Белые начинали отход на Уфу и Оренбург. Везде стояли гомон, суета, не смолкали гудки паровозов. На перроне бабы торговали вареной картошкой, малосольными огурцами, арбузами, воблой и другой нехитрой снедью. По двое проходили молодцы в темно-серых френчах. Это были вчерашние приказчики, лотошники и ломовые извозчики, а сегодня они служили в штабе государственной охраны и выискивали предполагаемых переодетых комиссаров и пропагандистов. Все они были вооружены винтовками ГРА, Франция, где эти винтовки давным-давно были сняты с вооружения и загромождали склады с былаях России как союзницы в борьбе с Германией. У дома начальника железной дороги занятого военной контрразведкой тоже стоял дружинник, который держал на плече тяжелую винтовку как дубину. На поясе у него висели две гранаты. Куда прешь? заступил он дорогу навстречу шедшему. Важное дело, сказал тот, я к начальнику контрразведки. Дружинник поставил ружье в ноги знакомым жестом, приказал пришельцу поднять полы пиджака, похлопал руками по карманам, а потом положив левую руку на его плечо, а правой держа винтовку, повел к дубу. На станции Самара было шесть платформ, откуда то и дело отходили составы с войсками. Добровольцы сидели на траве вдоль вагона, ели с кселков кашу, а до каши выпили самогонки. Некоторые захмелели, лица их стали одновременно и бестолковыми, и озабоченными. Заканчивалась еда в умолчании. Чуть в стороне пожилой бородатый мужичонка в локтях с набитой кошелкой маячил перед составом, на который погрузили 44-х линейные гаубицы и упряженных лошадей. Подойдя к субтильному курносому юнкеру, не старше 18 лет, он спросил, «Господин, это не будет ли пятый полк? Сынок у меня в пятом Сызранском в своей охоте пошел, а я на работах был в Меликесе, не привелось проститься. А добрые люди и скажи, в Самаре еще пятой-то, вот привез, из-за чего старуха собрала. Юнкер прервал его, «Вы в распоряжении действующей армии, здесь нельзя вести расспросы, приехали к сыну, а сами домой не вернетесь, вас могут расстрелять на месте». От багажного вели троих. Хорошо одетая барышня громко возмущалась, это своеволие пьяных, в завете офицера. Мужичок в лаптях мелко крестился, а паренек просто помалкивал. Арестованных окружали дружинники с винтовками наперевес, а впереди группы шел один с наганом, который размахивал им и коричал «Контрразведка! С дороги!» Из вокзала вышли на мощеную площадку, от нее начинались сколоченные из досок пакгаузы, а дальше за пакгаузами неширокой полосой тянулся замусоренный пустырь. Железная решетка отгораживала пустырь от пылесадников и городских строений. На пустыре объединились зловонные и никогда не высыхавшие лужи. А дальше часть пустыря была засыпана песком. На песке можно было рассмотреть пятна крови. Одни черные, а другие свежие, красные. «Образумьтесь! Образумьтесь!» страстно кричала барышня, сжимая кулаки в перчатках и вздымая их перед лицом. «Мой отец большой начальник, глава земской управы! Вас накажут! Неминуемо накажут!» Мужичонка в лаптях неожиданно закричал «Православные, покличьте начальство!» Он обращался к зрителям, которые уже собирались у пылесадника. Но собирались они не спеша, потому что к расстрелам здесь привыкли. Охрипнув со слезами ненависти на глазах барышня кричала своим стражникам «Вы заплатите! За меня есть кому вступиться!» На тесном пространстве между Пакгаузом и железнодорожным полотном собирались добровольцы. Раздвигая толпу, подошли чешские легионеры, офицеры двое рядовых. Страдавшие от большевиков смотрели на чехословаков как на спасителей. Благодаря им советской власти не стало от Волги до Тихого океана. Держали они себя соответственно. Офицер с холодной властностью, нажимая на О, спросил «Что произошло?» Ему стали рассказывать, а он, достав серебряный с монограммой портсигар, задавал вопросы и вдруг с улыбкой обратился к барышне, показывая на труп подростка «Отчего он убитый?» «Не знаю, контрразведка меня отпустила!» Раздался звук удара и молодая женщина отлетела в толпу. Та раздалась и она упала навзничь, вскинув долинные ноги в красивых ботинках. Ее платье и нижняя юбка задрались, обнажив гладкие пышные ляжки. Сученка! Чех сделал ударение на первом слоге, выднул изо рта папиросу и плавно выдохнул дым. Взять! Какие проблемы и вопросы волновали тех, кто жил в этих домах и на этих улицах в октябре 1918 году? Дома об этом молчат, но кое-что нам все-таки известно. Как известно, например, что проживавший в доме на углу Ильинской Ильва Толстого Васянин в октябре 1918 года потерял книгу на солдатский Паёк за номером 18, выданную пятым попечительством. Известно и то, что в доме номер 11 Пылинской улицы в октябре 1918 проживал беженец, который искал место швейцара или дворника. Его жена могла хорошо готовить, а две дочери служить горничными или убирать в доме. И Васянин, и беженец с семейством думали только о том, что голод не тётка и готовы были для того, чтобы прокормиться, выполнять любую работу. В октябре 1918 года у господина или у товарища Серебрякова при посадке в вагон-трамвая на Ильинской площади были похищены две тысячи рублей денег и документы. Но это ещё цветочки. А вот ягодки ожидали его и других самарцев совсем неподалёку на этой же самой Ильинской улице. В начале октября 1918 года на углу Ильинской и торговой улиц выстрелом из револьвера был ранен гражданин или товарищ новичков, проживавший на торговой улице в доме номер 75. тяжело раненого его отвезли в земскую больницу, где он и скончался, так и не узнав о том, что совсем скоро власть в городе снова смеется, ведь на дворе стоял октябрь 1918 года. Эх, пойду, мои отцы, с горя нализаца я, свету близятся концы, национализация. С вами был Михаил Перепёлкин. Продолжение следует...